МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национальная телерадиокомпания «Чуваши» и информационная программа «Республика» в студии Ольга Панова. Смотрите в выпуске. Полгода полет нормальный. Мининформполитики подводят первые итоги работы. Предпринимателей становится меньше. Станет ли меньше налогов? Изумрудный, салатовый, зеленый. В Чебоксарах планируют высадить 3000 деревьев. Завод по производству солнечных модулей заработает уже этим летом. Сроки утверждены, срывов быть не должно. Сегодня об этом зашла речь на рабочей встрече главы республики и генерального директора компании «Хивель», которая реализует масштабный проект. Монтаж оборудования уже завершен. На производственных площадках вовсю ведутся пусконаладочные работы. В тестовом режиме завод заработает в июне. В полную силу уже в ноябре. Задача на перспективу – поиск рабочей силы. В этом году на заводе планируют трудоустроить более 120 специалистов. Планы руководства не изменились. В год на заводе будут выпускать 1 миллион солнечных модулей. Важно сейчас как можно скорее завершить оформление необходимых документов. Когда мы сможем работать с газами, будет зависеть от получения нами разрешительной документации от ряда органов. Прежде всего там Ростехнадзор, да? Прежде всего Ростехнадзор, совершенно верно. И у нас есть рабочая группа, которая занимается подготовкой всей этой документации. Это одна из тем нашего с вами разговора, чтобы обеспечить, чтобы все, что зависит от республики, произошло быстро и качественно. Мы исходим из того, что после завершения цикла пусконаладки нам потребуется 2-3 месяца на получение всей документации. На коллегии Министерства информационной политики и массовых коммуникаций подвели итоги работы за полгода. Ведомство было образовано только летом, но даже за столь короткий срок сделано немало. В ведении Мининформполитики – 185 средств массовой информации и хлопотное интернет-хозяйство. Одна из основных задач, стоящих перед Мининформполитики – поддержание информационного баланса. Это значит, что все происходящее в республике должно освещаться всесторонне, со всех ракурсов и точек зрения. Это особенно важно сейчас, когда практически невозможно контролировать информационный поток и пресекать сознательные вбросы. К сожалению, случается и такое. Да, непросто, когда мы сталкиваемся с проявлениями целенаправленной, хорошо и велико продуманной работы заказных, может быть, провокационной, в некоторой степени информационных сбросов, которые создают конфликты и развиваются по сценарию, рассчитанные на достижения организаторами этих конфликтов, намеченными ими бизнес-дивидендов, прагматических, а иногда и политических целей. Наличие системы сдержек противовесов многополятных информационных источников, в том числе в интернете, позволяет вовремя противопоставить накатываемой скандальной волне, другие позиции, взгляды, мнения, и тем самым минимизировать социальный ущерб от разного рода информационных провокаций. Министр сама в недавнем прошлом журналист искренне поблагодарила коллег за поддержку и помощь, столь важные на организационном этапе. Сейчас сделано все необходимое для нормальной работы, причем не только в медиапространстве, но и в плане развития коммуникаций. В Чувашской республике один компьютер приходится в среднем на 6 учащихся. К сведению, по состоянию на 2011 год, один компьютер приходился в среднем на 8 учащихся. Новое компьютерное оборудование позволило обеспечить образование школьников на качестве нового уровня. В целях предоставления качественных услуг широкополосным доступом в интернет, территорию Чувашской республики охватывает оптическое кольцо Ростелекома. Также имеются оптические линии связи в операторах соцсвязи, предоставленных на территории Чуваши. Одним из самых молодых игроков на информационном поле стала национальная телерадиокомпания Чуваши. Создание столь крупного государственного СМИ в регионе не прошло незамеченным. Коллектив одновременно весь год готовил программное наполнение, осваивал работу на сложнейшем компьютерном оборудовании, аналогов которому нет в республике, разрабатывал сетку вещания. Ну, советую со всеми вашими зрителями. Мы действительно просто, наверное, не имели права на ошибку. Начав с информационной программы «Республика на двух языках», актуальных интервью в середине октября 2011 года, уже к концу прошлого 2012 года мы вышли на производство почти 20 новых программ разной периодичности, изучающих, разумеется, на двух языках, на чувашском и на русском. Это, в общем-то, при сравнительно небольшом штате. В планах компании создание новой радиостанции «Таван-радио» для городских слушателей. Так что работы достаточно, как и у всех остальных СМИ. Впрочем, работать журналисты умеют, что лишний раз проиллюстрировал объемный список наград, которые вручали сегодня сразу два ведомства – Мининформполитики и Министерство культуры. Елена Гальперина, Николай Якулев, «Республика». В «Республике» сократилось количество индивидуальных предпринимателей. По данным налоговой службы, в прошлом году на 3904 человека. Почему такое произошло и каким образом собираются поддерживать предпринимателей, сегодня говорили на пресс-конференции Министерства экономического развития, промышленности и торговли «Чувашии». За круглым столом собрались журналисты, представители налоговой, пенсионного фонда и Минэка. Минус почти в 4000 индивидуальных предпринимателей в прошлом году. В 2011-м потери были существеннее. Отток идет постоянно, говорят налоговики. Но не надо страшилок, уверяют собравшиеся. Происходящее скорее зачистка и избавление от молчанов. Ведь одновременно увеличивается количество юридических лиц на 215. Возможно, индивидуальные предприниматели меняют разряд и берут выше. Или работники, которые раньше числились индивидуальными предпринимателями, фактически ими не являясь, приняли реальность. Это реальный статус наемного работника. Когда мы анализировали первый аспект, кто из этих предпринимателей осуществлял деятельность, у нас порядка 60% они или сдавали на любую отчетность, или в том или ином виде деятельность не осуществляли. То есть больших потерь для бюджета в данной ситуации на сегодняшний день мы не ожидаем. В принципе, ситуация становится более правдоподобной. Данные налоговой приближаются к данным пенсионного фонда. Число выплачивающих взносов стабильно равно 38 тысячам. То есть это те, кто платил и платит налоги. Но а сказались ли какие-то другие факторы на уменьшение количества индивидуальных предпринимателей, к примеру, рост страховых взносов, и будет ли отток продолжаться дальше, пока говорить рано. Ситуация будет ясна как минимум через полгода. Минэк собирается мониторить. Насторожение относительно того, что-то в связи с увеличением суммы страховых взносов из расчета фиксированного размера, мы думаем, это не может служить основанием для того, чтобы было. Я единственное могу сказать, сегодня, вот тоже анализируем, люди, которые в 90-е годы заимели свидетельство предпринимателя, не платили страховые взносы, к сожалению, сегодня получают пенсию. Вот только фиксированный базовый размер и чуть больше этой суммы. И даже мужчины говорят, почему не было такой нормы. Между тем, в помощь индивидуальным предпринимателям в республике действует специальный налоговый режим на основе патентов, так называемая патентная система. Сегодня они вспомнили, как нельзя кстати. Желающих приобрести патент, по данным налоговой, из месяца в месяц становится больше. Львиные доли в таком виде деятельности, как оказание транспортных услуг, почти 70%. В профильном министерстве считают, что эта система хорошая под спорье и выгодное дело. В рамках патента индивидуальным предпринимателям разрешили нанимать до трех работников, что оказалось немаловажно. То есть, если бы я работал один, я бы платил, допустим, 10,5 тысяч рублей налога в год. Если я, опять-таки, найму еще троих своих работников, я буду также платить 10,5 тысяч. То есть, фактически, мы, можно сказать, оставили форму индивидуального предпринимательства, которая достаточно проста для регистрации. Но разрешили, можно сказать, организационно обеспечили работу как малого предприятия. Правда, патентная система – дело тонкое. Ставка различается в зависимости от вида деятельности. Каждый предприниматель сам решает, что ему подходит лучше. Но следует иметь в виду, с этого года патентная система претерпела кардинальные изменения. Изменился состав видов деятельности, он уменьшился. В то же время получать патенты теперь могут заняты и в общепите, и розничной торговле. Облегчилась выдача свидетельства. Продлились сроки перехода на патентную систему. Вместо максимальных 10 дней сейчас до месяца. Патентная система – это упрощенный порядок учета. Не нужно применять контрольно-кассовую технику. Но и главное – приобретая патент по фиксированной сумме, индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты налогов. Словом, все для удобства предпринимателей. Он освобождает от налога на доходы физлиц, ну, естественно, в части доходов, полученных от предпринимательской деятельности, от налога на имущество физлиц. Но это, опять же, в части имущества, которое применяется в предпринимательской деятельности. Если у него в собственности имеются дома-квартиры, которыми он владеет как физическое лицо, за них он, конечно, должен налог на имущество платить. Ну и самое существенное, на мой взгляд, это то, что они не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, потому что это наиболее такой затратный налог. Вмененный налог, упрощенный налог, НДФЛ и патент – это все, скажем так, налоги одной группы, из которых выбирается только один. То есть, если мы говорим, что мы выбрали патент, это означает, что упрощенку, вмененку, НДФЛ нам уже по предпринимателю платить не надо. Деньги от патента поступают в муниципальный бюджет. Ну а если предприниматель не заплатит его в срок или числится долги по налогам, свидетельство просто не выдается. Остается добавить в условиях повышения страховых взносов расчет делается на то, что патентная система способна снизить нагрузку на бизнес. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Завтра в России отметят самый мужской праздник – День защитников Отечества. Эта дата была учреждена 91 год назад и поначалу носила название День Красной Армии Флота. Торжественное собрание в честь мужественных и сильных духом в Чуваши прошло уже сегодня. В театре оперы и балета поздравления принимали ветераны и действующие сотрудники силовых структур. С места событий ему коллега Дмитрий Ковалев. Виновники торжества – сотрудники всех силовых структур. Полиция, ФСБ, судебные приставы, спасатели и, конечно же, военные. Фраза «Есть такая профессия, а Родину защищать» точно про них. День защитников Отечества – праздник тех, кто обеспечивает безопасность мирного населения. В Большом зале театра от звезд на погонах и множество наград стало светлее. Для многих подобные торжественные вечера – лучший повод встретиться с друзьями, вспомнить о тех, кого уже нет рядом. Память офицеров, погибших при исполнении служебного долга, почтили минуты молчания. Своих героев Чувашия теряла во многих военных конфликтах в Афганистане, Чечне, Дагестане. Особые слова благодарности сегодня звучали в адрес ветеранов. На их примерах воспитана не одна тысяча достойных солдат. Каждый год республика отправляет новобранцев в элитный президентский полк. И этот факт говорит сам за себя. У нас возребованы наши ребята. Почему? Потому что не каждый регион посхвастается тем, что ребята служат Кременскому полку. А у нас стабильно ежегодно по 15 человек служат там. И приходят с самыми лучшими характеристиками. Ну и на сегодняшний день государственная идеологическая такая программа направлена на то, чтобы воспитать молодое поколение в таком военно-патриотическом воспитании. Создается для этого определенная среда. И бывая слава защитника Отечества, она на сегодняшний день восстанавливается. Почетные награды сегодня вручали тем, кто воспитывает молодых в духе патриотизма. Благодарности и почетные грамоты получили начальники районных комиссариатов, ветераны военной службы. Благодаря их работе Чуваши удается выполнять поставленный генштабом план по призыву. Служить в армии стало престижно. С каждым годом в республике становится все меньше уклонистов. Желающих стало гораздо больше и больше. Это, видимо, скорее всего, у нас один год службы. И то, что сейчас ребят мужского пола уже работают, особенно на госслужбы, уже не берут без службы военной. Поэтому должен еще раз отметить, что желающих служить больше и больше ребят стало гораздо больше. Город Чебоксары – один из самых зеленых городов России. Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений – более 23 тысяч гектаров. На территории города 140 парков, скверов, бульваров и аллей. На каждого жителя города приходится 161 квадратный метр зеленых насаждений. Накануне весны в Управлении экологии города проводят проверку парков и скверов, чтобы выяснить, какой из них нуждается в реконструкции. Строительство, активное дорожное движение, работа промышленных предприятий неблагополучно влияют на экосистему любого города. Зеленые легкие надо поддерживать в рабочем состоянии. В этом году в столице появятся еще две зеленые территории – в Новоюжном районе и в поселке Альгешево. А также будет благоустроен парк Чебоксарка в прибрежной зоне Малой реки. Особое внимание новым микрорайонам, практически лишенным зеленых насаждений. Это Университетский, Благовещенский и Волжский три. Этой весной высадят 3,5 тысячи деревьев и 7,5 тысяч кустарников. Кстати, самые популярные деревья в Чебоксарах – рябины, березы, липы и каштаны. Большое значение продает реконструкции старых скверов. Этот парк был посажен в честь 60-летия Победы ветеранами войны. Здесь тогда посадили 80 елей. Реконструкцию старых скверов мы начали три года назад. Что это собой представляет? Это великовозрастные, аварийные, больные деревья. Необходимо вырубать, а взамен высаживаем новые деревья. За прошлый год мы провели реконструкцию в 34 озелененных территориях. А в эту весну мы запланировали еще на 20 озелененных территориях, это парках, скверах, выполнить эту работу. Такая же работа предстоит у нас на территории наших образовательных учреждений. Избавляться от старых деревьев в детских садах и школах начали еще в декабре. Вырубили тысячи деревьев, еще столько же на очереди. Затем на их месте появятся новые. В этом году планируют потратить около 4 миллионов рублей на озеленение столицы. К этому процессу городские власти предлагают присоединиться и всем чебоксарцам. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. 47 рекламных конструкций в городе должны быть демонтированы. Эти счеты сейчас завешаны белой бумагой. Администрация города обратилась в арбитражный суд о демонтаже таких конструкций, принадлежащих одной из фирм, которые истекли договоры на установку и эксплуатацию. На сегодняшний день решение суда вступило в законную силу и в течение ближайших трех недель планируется завершить демонтаж всех 47 конструкций. Так власти столицы борются с недобросовестными рекламными фирмами. С последующим свободные места будут выставлены на аукцион. Кроме того, объявлены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы в городе Чебоксары. Аукционная документация прошла экспертизу в Уфас России по Чувашии. Вся документация опубликована на официальном сайте администрации города. Сегодня мы продолжаем рассказ о предприятиях-участниках межрегиональной выставки «Картофель-2013». А я с вами прощаюсь. Удачных выходных. До свидания. На выставке «Картофель-2013» каждый крупный сельхозпроизводитель и фермер может найти, что ему нужно. Новые сорта, инновационные разработки, семена по приемлемым ценам. В рамках выставки компания «Август» провела Олимпиаду для специалистов сельского хозяйства. В Агролимпиаде по технологии выращивания картофеля приняли участие 72 представителя агроферм Республики и других регионов Поволжья. Практически агрономы, которые приехали на Олимпиаду, уверены, что хорошо подготовлены. Есть участники, которые не первый год уже принимают участие в состязании и занимают призовые места. Да, я в прошлом году участвовала, заявала третье место. В этом году сейчас, говорят, по технологии возделывания картофеля будет Олимпиада. Так, в ведовой области, можно сказать, ну не такой же знаток, но наше хозяйство занимается семеновым картофлевозом. Ну, чуть-чуть знаем, можно сказать. Олимпиада покажет результаты в конце. Агрономам и руководителям хозяйств предстояло ответить на 60 с лишним вопросов по биологии и технологии выращивания картофеля. Вопросы были разные, простые и каверзные. Пока компьютер подсчитывал результаты тестов, у собравшихся появилось время пообщаться с коллегами, обменяться опытом и планами. В своих выступлениях специалисты компании «Август» рассказали участникам о препаратах и новинках предприятия. Чтобы быть рентабельным на рынке, современное сельхозпроизводство должно уделять особое внимание качеству продукта. Производственный филиал «Вурнарский завод смесивых препаратов» производит основную часть всей продукции компании. Он является лидером российской отрасли по производству пестицидов. В Беларуси компания «Август» имеет современное технологическое производство экологичных препаративных форм гербицидов в виде водных растворов, концентратов эмульсий и водных концентратов. Новую экоупаковку порошковых препаратов также представили картофелеводам. Ну и, собственно говоря, через какое-то время пакет у нас полностью растворится. Соответственно, содержимое пакета этого перейдет полностью в воду, тем самым мы получим раствор. Аграрная олимпиада, признаются участники, прошла для них на одном дыхании. Почетное третье место заняла Елена Николаева, представитель агрофермы Таебенко Красночитайского района. Второе и первое места заняли фермеры из Нижегородской области. Впрочем, никто из участников не унывал. Главное – проверить свои знания и получить новые. Начало весеннеполевых работ не за горами. Представители компании «Август» надеются, что полученные на Олимпиаде опыт и знания помогут аграриям получить хороший урожай. Когда мы получаем низкий урожай, первым делом грешим на погоду. Однако, хорошая урожайность зависит не только от климатических условий. В большей мере, от качества семян, которые мы купили. Всем известно, что качественные семена стоит приобретать только у проверенных производителей и фирм. Одним из таких надежных партнеров, производящих посадочный материал, на протяжении долгих лет является фирма «Биосемена». В первую очередь, компания специализируется на селекции моркови, капусты, лука и столовой свеклы. Ежегодно специалистами фирмы создаются около 40 новых сортов и гибридов с новыми характеристиками. Например, более устойчивые сорта с улучшенной устойчивостью к болезням, более урожайные или с лучшими вкусовыми качествами. В этом сезоне мы делаем акцент на семена капусты для переработки. То есть нам интересно, чтобы рынок, наш потребитель узнал о наших сортах, которые предназначены для переработки, для квашения, для соления. То есть специальные капусты, которые дают крупный качан. Специалисты био разрабатывают такие гибриды, которые можно выращивать, используя меньше химикатов. Это позволяет снизить и вредное воздействие на окружающую среду, и себестоимость продукции. А это очень ценят фермеры. У них и морковные семена отличные, постоянно сотрудничают. Третий год сотрудничает, качается хорошее. Схожие, 99% это точно, можно сказать. Потому что после того, как мы у них приобретаем, мы сдаем семенную инспекцию тоже, проверяют, они тоже удивляются. Био работают по всему миру. Их семена можно приобрести также через интернет. Они быстро доставляются покупателям. У нас очень развита дилерская сеть. То есть совсем не обязательно приезжать к нам в офис в Москву. Но конкретно в Чувашии у нас представляет Семенов Василий Николаевич. Ну и ближайшие ваши соседи Мариэла Республика. Там у нас аж целых три дилера. То есть можно и у них приобрести. Фермер Василий Семенов, который прославился возделыванием экологической чистой чувашской капусты, бессменный участник выставки картофеля 2013. Его продукция в любое время года чрезвычайно популярна. Поэтому ничего удивительного нет в том, что у экспозиции козловского фермера желающие отведать разносолы выстроились в очередь. Ожидание потенциальных покупателей Василий Николаевич никогда не обманывает. В его овощных рецептах всегда есть изюминка, которую люди всегда с восторгом воспринимают. А капуста пальчики оближешь. В хозяйстве освоили производство более десяти видов квашеной капусты. Острое, по-грузински, салатное и даже блюдо, созданное по забытым чувашским и русским рецептам. На такое изобилие потребители находятся всегда. Семеновские соленья тоннами уходят в Москву, Казань, Новочебоксарск, Чебоксары. Василий Семенов в этот раз на ярмарку привез и новинки. В ассортименте у нас в этом году нового уже было. Новинки. В этом году фермер решил всерьез заняться и выращиванием капустной рассады, которая займет свое место не только в поле, но и пойдет на реализацию населению. Также сегодня у Семенов можно приобрести и различные семена овощных культур. На сельскохозяйственной ярмарке, что на Николаево в Чебоксарах, в павильоне номер 35 расположен магазин «Семеновские овощи», где всегда можно приобрести свежую овощную продукцию, где цены приятно удивят, а качество уже проверено временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова